добрый день дорогие друзья вы на канале наш санкт-петербург и это город санкт-петербург вот такие вот красивые здания у нас они везде везде вот я хотела вам показать это уже как бы здание в которых была реконструкция вот это здание вот уже заканчивают там реконструкцию это вот мы стоим на малом проспекте петроградской стороны вот вот у нас написано даже а это у нас улица ординаторская так и давайте мы с вами пройдемся немного и поговорим как всегда прошлом видео я записывала очень интересную историю да ведь до этого все думали что это из-за кейт миддлтон пострадал том кингстон но это оказалось совершенно не так история оказалась еще более закручена да потому что все это случилось из-за первой красавицы великобритании росханбери видимо как то она таким даром обладает влюблять в себя мужчин что принц уильям был без ума от нее случился роман и он может быть подумал что это его ребенок когда росханбери забеременела вот этот парк помните мы с вами там были парк тарасу шевченко а мы с вами сегодня пройдемся по ординарной посмотрим это небольшая улочка такая я сегодня уже не буду говорить о кейт миддлтон жива здоровая слава богу обещает инсайдеры что она будет на уимблдоне пятнадцатого и шестнадцатого июня потому что сейчас ее там нет а когда будет награждение то она будет награждать и в мужской и женской части она будет будет награждать победителей поэтому мы и тогда вот это вот посмотрим интересную эту часть вот ну а мы с вами сегодня поговорим совсем о другом что меня насторожило и сначала повеселило так скажем а потом насторожило очень красивые дома везде вы знаете что сейчас идут дебаты между трампом и байденом такой слабый президент как байден никого не устраивает не весь мир да не всю общественность мира не общественность страны сша никого абсолютно но однако же он выпал на срок до срок подходит концу и сейчас опять он баллотируется в президенты ну кому нужен такой президент да уже говорят что такие страны которые входят g7 g20 да они говорят что не будут там участвовать если будет такой как они называют его неадекватный президент сша посмотрим что же будет а сейчас вот конкретно по вот этим вот кто смотрел дебаты да сначала там что-то они переговаривались какие-то там были еще у них переговоры да они как-то учитывали те так скажем заслуги до которые тот и другой настоящий президент и экс-президент трамп что было да когда трамп был надо сказать что были более или менее тогда отношения в россии со всем миром и с европой сша так не портили нам отношения да но сейчас дебаты были ужасными они скатились на личности байден заявил что ты там встречаешься с какой-то непонятной актрисой вот а трамп наоборот сказал что что ты выжил из ума и что вообще тебе уже нечего здесь сделать вот там вот такой вот был разговор между ними это просто было ужасно слушать и смотреть ну вот но что хочет сша кто-то какой должен президент быть у них сейчас и что они вообще хотят от мира они хотят я так понимаю главенствующей позиции по всем вопросам они хотят проявлять агрессию тогда и там где они захотят чего не скажешь допустим о германии вот сара вагон книг она настолько уже четко определила позицию сша что они хотят очень сильно давайте прогуляемся по парку значит они хотят ослабить позицию германии и россии ослабив экономически да и политически германию и истощив россию вот с эти с этой тяжбой с украиной и естественно противостоять больше некому будет а только вот как она вот говорит да она еще несколько депутатов в германии они говорят что вот только германия такая мощная держава она действительно добилась но никак не не без россии так скажем не без энергоресурсов россии она своего экономического добилась положения до такого нормального а сейчас опять уходит в никуда поэтому все очень сложно я смотрю что вот я смотрю как германия на ладони канал да и там я вижу что депутаты бьются ютса бьются за то чтобы убрать это правительство да как они называют правительство зеленый светофор вот эту вот анну лену бербак вот эту вот министра мвд министра финансов все они так как будто бы знаете по команде фас делают то что скажет сша все это очень неприятно и все это понятно сейчас вот я даже значит увидела что сара вагнанкнехт выпускает эти самые шорцы и шорцы эти значит очень интересные вот она значит в одном из таких шорцев говорит что политики которые хотят войны пожалуйста давайте мы из них составим такой батальон этот батальон вместо оружия отправим по всем странам пускай сами и воюют понимаете вот так вот уже рассуждает абсолютно четко целенаправленно и понятно да всем понятно я вот смотрю даже там миллионы просмотров есть потому что на самом деле это так ну как можно расценивать еще по-другому такую ужасную политику да сша и шольца германии этот шольц вообще странный такой то с подбитым глазом ходил где-то говорят упал ну слава богу не будут стаги а в этом под берлином то есть под сдам да вот он там бегает на дорожках под сдаме упал а тут час ходит тоже опять лейкопластырем в нижней части чушь там натворил непонятно вот ну ладно оставим эти личности мне уже не смешно я вот смотрю на батальон у меня такое ощущение было до опасности какой-то вот в этой вот этом шоу да в которой устроили это ведь самое настоящее шоу было ничего не было как сказать там позитивного да и конкретного ничего не было самое настоящее шоу шоу только им знаете губенчик нанос одеть и этот купа шапку эту этого шута и все клоуна и это будут клоуны настоящие это они они политики какой-то вот у меня знаете предчувствие такое закралось не очень хорошая потом начать я смотрю что польша прямо объявляют что готовится к войне с россией как с чего готовится она смотрю с зелеными кустами на головах ходят и это прям кошмар а сара вагантник тут сразу шорт выпустила поляки что вы забыли как русские вам выключили печи в которых вас это самое жгли фашисты или вы хотите опять чтобы вам эти печи включили вот даже вот так она прямо абсолютно выражается чтобы остановить агрессию сша и вообще европы они ведь натравливают европу на нас она очень большая молодец и здесь вот я немножко волнуюсь потому что ну вот знаете какое-то предчувствие какой-то такой вот тревоги понимаете вот и она вот на своих заседаниях бундесвере она каждый раз говорит вы не имеете права поддерживать сейчас украину которая нацистский режим для себя избрала и именно из-за этого россия решила разобраться с украиной а вы значит это самое поддерживается именно нацизм поэтому браво саре вагинг нет надо похлопать и еще одно событие важное важное которое меня порадовало это прибытие нашего президента владимир владимировича путина в северную корею я просто была удивлена как же и какие они молодцы как они встретили да просто замечательно встретили просто вообще не знаю на площади устроили такой парад концерт замечательный самое интересное что когда ехали они от площади до места переговоров там надо было подписать договор да его пролонгировать надо было а не нападение наверное взаимопомощи случае если возникнет какая-то угроза или агрессия вот и тут вот кафешка такая симпатичная да и 30 километров которые вот они ехали от парада да вот площади до здания где переговоры 30 километров везде стояли люди цветами и улыбались а иногда даже знаете стояли даже я смотрела вот с одним цветочком но какие лица были одушевленные да такие радостные и вот знаете это все стерла конечно вот эту вот грязь чернь которая у меня осталась от впечатления вот этих дебатов и от этих разговоров всех я понимаю что политика дело грязная нож не до такой степени до чтобы не видеть допустим и что уже шульца вообще уже в голове никогда никаких мозгов нету чтобы посмотреть и понять что натравливают европу что германии натравливают смотри какое здание интересное ой надо отойти его снять сейчас мы отойдем так это знаете это бизнес-центр он такой большой красивый о такой он огромный его как-то я не знаю даже как снимать его издали наверное снимают красивое старинное здание мраморной крошкой покрыта тут вот решетки интересно да и с орлом видите красота какая так вот же возвращаюсь еда к нашему разговору все таки вот это шоу да оно очень неприятно все это возникает вот на фоне вот этого вот сейчас вот такой обстановки в мире я думаю все таки стоит задуматься да если вам говорят уже со всех сторон уже все страны мира говорят что если у вас будет неадекватный президент мы с вами не будем иметь никаких дел уж это наверное надо это самое понять и как-то решить этот вопрос вот я благодарю вас за просмотры за лайки за камень комментарии пишите что вы думаете по поводу того что я сейчас рассказывала по поводу ну в общем по поводу всего там у нас разные были темы и кейт миддлтон пожалуйста напишите что вы думаете будет ли она на на и на уим был доне и пишите что вы думаете по поводу роз ханбери и принца уильяма а тут народу столько и по конечно по поводу сша что вы думаете я уже не знаю что думать у меня так вот тревожно как-то внутри но будем надеяться на лучшее всем в общем-то здоровья вот смотрите пожалуйста подписывайтесь на канал вы были на канале наш санкт-петербург всем пока пока